Привет аграриям России и не только! Вы смотрите обзор самых важных новостей от команды agrobook.ru. Минсельхоз России установит квоту для импортных семян. В новом урожае пшеницы будет много фуража. Украинскую кукурузу вернули в Турцию. Эти и другие новости далее в выпуске. Сегодня топ agrobook выходит при поддержке московской строительной компании. МСК – это квартиры в Ростове-на-Дону для жизни и под инвестиции. Специальное предложение от МСК в августе. Застройщик платит проценты по ипотеке за вас. Честный дисконт минус 4% от ставки банка на весь период строительства. Подробности уточняйте по телефону 8 863 303 1010. Пшеница в глубоководных портах на прошлой неделе подорожала примерно на 400 рублей за тонну, сообщается ВКон. Цена на пшеницу с протеином 12,5% варьируется от 14000 до 14600 рублей за тонну. Росту способствовало оживление спроса и ослабление рубля во второй половине июля, объясняет Андрей Сизов. В то же время аналитик отмечает, что недельный экспорт зерна по-прежнему буксует. За рубеж отправлено около 600 тысяч тонн. Это низкий показатель для рекордного урожая. По прогнозам Совэкона, в отдаленных от портов регионах падение цен пока продолжится. Аналитический центр Русагротранса обратил внимание на еще одну особенность сезона. Разница в цене между четверкой и фуражом достигла 3-3,5 тысяч рублей. Это произошло потому, что аграрии предпочитают отправлять качественную пшеницу на хранение, а реализовывать в первую очередь фураж на фоне его высокого урожая, объясняют эксперты. Ситуация точь-в-точь, как в 2017 году, когда на фоне рекордного вала доля фуража доходила до 32%. Однако официальные органы пока не подтверждают, что доля фуражной пшеницы растет. Центр оценки качества зерна к 1 августа обследовал 2 миллиона 800 тысяч тонн пшеницы и сообщил, что доля четверки 60%, тройки 31%. Третьего класса стало немного меньше, четвертого немного больше, но в среднем количество продовольственного зерна перешагнуло за 90%. Впрочем, слушая эти данные, стоит учитывать, что отбор проб проводился в начале уборочной кампании, а вот самый, так сказать, фуражный период начался позже. В средней части России уборку аграриев стали прерывать дожди, и это очень обеспокоило российский Минсельхоз. Глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что темпы уборки серьезно отстают от прошлогодних, и Россия рискует не выйти на запланированный показатель 130 миллионов тонн зерна. По словам главы Российского зернового союза Аркадия Злачевского, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Поволжье, где отставание составляет 4 миллиона 850 тысяч гектаров, и в центре – миллион 800 тысяч гектаров. Злачевский считает, что продовольственной пшеницы в результате окажется всего около 60%, тогда как в прошлом сезоне было 82%. По словам эксперта, рынок уже отреагировал на это обстоятельство, и теперь четверка стоит 13 тысяч рублей, а фураж ниже 10 тысяч рублей. У нас на юге аграрии несколько лет подряд возмущались, что за качество пшеницы больше не платят, и разбег цен между третьим и пятым классом в несколько копеек. Но вот мы и дождались момента, когда разница в цене стала существенной. Правда, с такими ценами язык не поворачивается сказать, что за качество начали платить. Я хочу процитировать вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку. Вот что он сказал на недавней пресс-конференции. «Цена у нас сегодня составляет порядка 14 рублей на Новороссийском терминале, но с места это порядка 12-12,5 рублей. При этом себестоимость зерновых сейчас значительно выше, чем в прошлом году, и в среднем по краю составляет от 9 до 10 рублей. Тот запас, который мы видим в 2 рубля, мал, так как через месяц-полтора у нас стартует пассивная, заработанных средств от реализации пшеницы по 12 рублей просто не хватит вырастить этот же гектар в следующем году. Добавить к этому нечего, кроме того, что речь идет о Краснодарском крае, который считается самым плодородным и самым урожайным регионом». Кто в этом году точно окажется в шоколаде, так это элеваторы. Мало того, что зерно с поля идет влажное, так еще и объемы его сумасшедшие. Прогнозы аналитиков по сбору пшеницы растут как на дрожжах. На прошлой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил оценку производства пшеницы сразу на 3 миллиона тонн, до 95 миллионов тонн. Новый прогноз основан на высокой урожайности, объяснил Дмитрий Рылько, хотя качество пшеницы оставляет желать лучшего. Прогноз по сбору зерна в целом увеличен со 140 до 144,5 миллиона тонн. Повысил оценку и аналитический центр Русагротранса до 94 миллионов 100 тысяч тонн. Причем аналитики считают, что и это не предел. При сохранении текущих тенденций в уборке производство пшеницы может достичь более высокого показателя – 96,6 миллиона тонн. Прогноз по всему зерну – более 140 миллионов. Российский зерновой союз на перспективы года по-прежнему смотрит пессимистично. Аркадий Злачевский сообщает, что урожайность сейчас существенно выше прошлогодней – 42,6 центнера с гектара против 31,8 центнера с гектара в прошлом году. Но финал уборки может быть плачевным. Рефакция, то есть разница между физическим и зачетным весом, может достичь 12,13% при среднегодовом уровне в 6%. Прогноз Российского зернового союза – 83,84 миллиона тонн пшеницы и 129 миллионов тонн зерна в целом. Пока аналитики считают текущий урожай, умы наших агрономов уже заняты пшеницей 2023 года. Не пропустите, скоро на нашем канале появится видеозапись круглого стола «Урожай начинается с семян», где ученые и семеноводы Юга России расскажут, как прошел год, как проявили себя разные сорта пшеницы и о чем стоит задуматься в преддверии посевной. Этот круглый стол, как и наш сегодняшний выпуск, поддерживает Агрокультура – дистрибьютор жидких минеральных удобрений Мегамикс. Обработайте семена Мегамиксом и вы обеспечите растение необходимым для быстрого старта питания. Девиз Мегамикс семена – дружные сильные всходы, залог урожая. Еще один анонс на сегодня. 17 и 18 августа в Батайске пройдет выставка «Поливод-2022». Тема мероприятия – инновационные решения для участников агропромышленного комплекса. На выставке будут представлены новые образцы сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений и удобрений. Предусмотрена обширная деловая программа, а также розыгрыши призов от участников выставки и организатора компании «Урожай-21». Ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылкам на экране и под нашим видео. Минсельхоз России намерен ограничить ввоз семян и посадочного материала из недружественных стран. Об этом журналистам рассказала заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. «Мы все время жили на иностранных семенах, а 90% семян – это недружественные страны», – объяснила замминистра. Поскольку семена являются элементом продовольственной безопасности, Оксана Лут заявила, что Россия не может себе позволить зависеть от импорта. Минсельхоз намерен ввести систему квотирования поставок импортных семян, причем ежегодно эту квоту будут снижать по мере замещения импорта собственной селекции. Ранее коммерсант со ссылкой на свои источники писал, что Оксана Лут на недавнем совещании призвала регионы стимулировать аграриев закупать семенной материал российского производства. Рациональное зерно в словах Лут, конечно, есть. Картева весной, как вы помните, покинула страну без предупреждения. Но другие компании, Лимагрейн, например, остаются. И если правительство будет вставлять им палки в колеса, российские сельхозпроизводители точно не выиграют. При всем уважении к российским селекционерам мы считаем, что конкуренция должна быть свободной. Например, государство никогда не ограничивало импорт семян пшеницы. Но между тем наши ученые смогли удержать рынок. Посмотрите, какого грандиозного успеха добился Национальный центр зерна имени Лукьяненко. Вместо того, чтобы запрещать иностранную селекцию, неплохо было бы помочь своей, дать ученым землю под участки гибридизации, обеспечить их специализированной техникой, платить субсидии на тонну отечественных семян. Задуматься о снабжении техникой и достойными окладами специалистов госсорткомиссии, ведь именно они определяют перспективные и неперспективные сорта гибриды. Но, увы, политика ограничений почему-то представляется Минсельхозу более действенной. По морскому зерновому коридору из Украины продолжают выезжать сухогрузы с агропродукции. В пятницу, 5 августа, три судна вывезли 58 тысяч тонн кукурузы. В воскресенье в открытое море вышло 4 балкера с такими объемами – 110 тысяч тонн кукурузы, 45 тысяч тонн подсолнечника и 6 тысяч тонн подсолнечного масла. Минобороны России сообщало, что по морю также вывозились мука и соя. Сам главы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты не менее 3 миллионов тонн агропродукции в месяц. Правда, в самым первым судном рационе, за которым мы так внимательно следили, вышел казус. Покупатели в Ливане отказались от украинской кукурузы по причине задержки доставки более чем на 5 месяцев. Сухогруз пришлось вернуть к южному побережью Турции, и он остается там в ожидании нового покупателя. В прошлом выпуске мы сообщали о письме Торгово-промышленной палаты России, которая обеспокоена внедрением в ГИС зерно. Одна из причин – в стране может не хватить лабораторий и специалистов для государственного мониторинга зерна. На днях Россельхознадзор напомнил, что мониторингу в этом году подлежит не все зерно, а лишь урожай пяти культур – ржи, кукурузы, риса, гречихи и сои. В сумме это около 20 миллионов тонн зерна. Ведомство уже начало исследовать рожь, мониторингу подверглось более 10 тысяч тонн культуры или 12% от валового сбора в регионах. Исследования проводятся в Крыму, Волгоградской, Оренбургской областях. Если вас уже коснулся госмониторинг зерна, расскажите, пожалуйста, как все прошло, как быстро проверили. Россельхознадзор напоминает, что на сайте ФГБУ Центра оценки качества зерна размещена интерактивная карта с указанием контактных лиц по регионам, а также есть форма заявки, с помощью которой можно уведомить о готовности партии зерна для госмониторинга. Группа компаний «Содружество» запустила аукционы по закупке масличных культур на национальной товарной бирже. Закупки начались 3 августа. В первый день торгов было куплено 200 тонн рапса по цене 28 500 рублей за тонну с НДС и доставкой на курс к агротерминалу. «Содружество» намерено ежедневно закупать на бирже до 10 000 тонн рапса. С 15 августа начнутся также закупки сои, а с 1 сентября – подсолнечника. Представитель «Содружества» Алексей Федянин считает, что товарные аукционы будут полезны рынку, так как биржевые контракты станут неким ценовым индикатором, по крайней мере, на первом этапе и в Центральном федеральном округе. Как сообщает «Интерфакс», в этом сезоне «Содружество» намерено закупить свыше 3 миллионов тонн масличных культур. Это вдвое больше, чем год назад. Увеличение закупок связано с запуском перерабатывающего завода «Содружества» в Курской области. А вот желающих продать пшеницу на национальной товарной бирже так и не появилось. 8 августа прошли очередные закупки в Государственный интервенционный фонд, по итогам которых было продано 0 тонн зерна на общую сумму 0 миллионов рублей. И последняя новость на сегодня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой передать в собственность города выявленные объекты культурного наследия на Академическом проспекте и Петербургском шоссе вблизи Федоровского городка в Пушкине. Несколько строений, о которых идет речь и 30 гектаров земли под ними, в настоящий момент используют Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Никакой альтернативы учебному заведению не предложили. Кроме того, власти хотят изъять у СПБ ГАУ свыше 60 гектаров опытных садов и земли учхоза между Академическим проспектом и Липовой аллеей. Эта территория примыкает к Александровскому парку в составе музея-заповедника «Царское село». Хотя Санкт-Петербург находится далеко от Ростова-на-Дону, мы с тревогой следим за судьбой аграрного университета. Дело в том, что Минсельхоз должен получить в прямое подчинение ряд научно-исследовательских институтов, занимающихся семеноводством, и курировать их будет Департамент растеневодства Минсельхоза. Мы знаем, что у многих НИИ, например, у Национального центра «Зерна» в Краснодаре, о котором мы уже говорили, есть много лакомых участков земли. Там, возможно, понадобится строить школы, детские сады и прочие заведения. Ну что ж, посмотрим, сможет ли Минсельхоз противостоять интересам других структур и ведомств. На этом наш выпуск завершен. Простите нас за то, что хороших новостей сегодня нет, но мы надеемся, что на следующей неделе они появятся. Желаем всем удачного завершения упорки. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова